всем кто слышит всем кто слышит эту радиостанцию всем большой привет так наверное сделаю так мой экран демонстрируется среди всех уважаемых людей всем кто подключился с раннего скажем так с ранних пор всем большой привет спасибо что кликнулись на наше приглашение послушать интересные вещи про роботизацию и все что вокруг нее касается я подчеркну программную роботизацию то есть это автоматизация back-office задач рутинных процессов и всего того чем уже люди часто уже не должны заниматься по мнению многих людей и представленных здесь экспертов в том числе сегодня у нас эксперты из компании наносемантика компания которая занимается внедрением голосовых чат-ботов голосовых ботов и чат-ботов прошу прощения компания ланит который занимается системной интеграцией наши партнеры компания пироги тоже занимает системной интеграции также имеет экспертизу практику в различных внедрениях в том числе рпей компания биорг компания которая специализируется на распознавании документов в том числе сканов и в том числе рукописных документов ну и соответственно мы также будем сегодня принимать участие вот тоже поговорим про нашу продуктовую линейку и чем сейчас может быть интересен fix для вашей организации сейчас вообще на заре такая классная история что все больше и больше людей компании интересуются автоматизации интересуются повышением своей эффективности смотрят как сократить издержки смотрят где можно повысить свою автоматизацию вот и как-то улучшить свой опыт поэтому на рынке появляется все больше больше решений появляется какие-то различные практики и коллаборации вот как раз таки мы сегодня будем говорить про коллаборацию нашего инструмента с инструментами наших технологических партнеров поэтому сегодня я думаю доклады будут весьма интересными и с наверно вторым интересным аспектом будет то что мы не просто сегодня послушаем доклады но еще и во второй части нашего метапа мы проведем пленарную дискуссию на которой будет возможным позадавать вопросы нашим экспертам и получить на них соответственно компетентные ответы про формат метапа мы конечно хотели провести метап в классической для нас всех скажем так апостаси личных встреч как мы в прошлый раз его проводили в феврале в таком уютном ламповом месте но к сожалению с текущей ситуации вынуждены проводить в онлайне но я думаю это совсем не ограничение это возможность подключиться из любой точки мира да и послушать экспертизу не отходя скажем так от своего любимого диванчика вот своих любимых курсов онлайн так далее так далее вот я наверное не буду сильно задерживать у нас по порядку мы начнем с доклада кирилла серова это наш руководитель разработки архитектор платформы pix robotics кирилл расскажет про то как сейчас инструменты наши компании уже помогают в своем собственном обличии реализовывать задачи бизнеса и посмотрим что мы можем сделать уже сейчас кирилл подключайся тихонечку коллеги еще раз добрый день я сегодня вам попробую рассказать еще раз про продукты и как продукты пикс решает бизнес-задачи быстро и эффективно надеюсь меня вот раз будет слышно первое про что в целом хочется рассказать это про семейство продуктов пикс собственно это пик студия пикс робот активности которые мы отделили отдельно выделяем как отдельный продукт и наш мастер наш регистратор собственно давайте по порядку и я расскажу про преимущества каждого продукта в отдельности собственно первое это пик studio studio ее особенность в том что она предназначена для разработки роботов для конструирования их в визуальном формате и соответственно для их отладки и для проверки их работы что делать студия студия во первых объединяет вы стремимся к объединению таких пользователей как начинающих непрофильных так и продвинутых пользователей в одном едином окне и даже при работе над одним проектом собственно вы можете в работе над ним проектом два разных пользователей может переключаться в два режима а соответственно вы их видите на экране это режим workflow слева он отображает робота в виде структуры древовидные диаграммы которые просто понять алгоритм который просто понять например аналитика и справа видите режим построчные это для более продвинутых пользы для более продвинутых разработчиков которым удобнее может разрабатывать это как классические игры собственно студия упрощает разработку и внедрение роботов при помощи нескольких направлений первое это помощники для быстрой качественной разработки сам ближайший помощник который вот в памяти это помощник по редактированию xpass а он позволяет быстро настраивать при помощи кликов перри переноса и включения отключения параметров xpass и соответственно селектор для визуальных элементов интересно быстро проверить и выбрать другой какой-то элемент и такие помощники они позволяют очень быстро разрабатывать алгоритмы которые может иметь сложную структуру второе это простой функциональный режим отладки логирования режим отладки похож на режим отладки любое да и знаком всем тем кто раньше сталкивался с любым режим разработки собственно режим логирования точно такие же то есть классические таймштамп и месседж о том что происходит естественно выйти режим можете переключать вы можете включать как подробный лог так и сокращенный лог либо как подробный лог только в режиме отладки все все для удобства пользования но и для продвинутых пользователей тех кому не хватает базовых там функций активности и так далее а соответственно есть полноценный редактор тут нет а с полноценным это лист как я дали уже скажу а мы используем язык си шарп для выражений соответственно интеллисенс полностью поддерживают все выражения папка показывает все типы данных и позволяет писать куски кода полноценно на dotnet использовать весь функционал dotnet давайте перейдем к роботу собственно робот это наше ядро наш исполнителю алгоритма который мы написали на студии естественно какие какие у него преимущества первое и самое главное которое одно и самое главное считаем это наш ядро полностью самописная мы его создавали под нужды rp за счет чего она получилась быстрым а легко расширяем его можно запускать даже на слабых системах и еще плюс к этому можно создавать собственной активности то есть вы спокойно если вам не хватает тех активности которые представлены из коробки вы можете например написать свою активность на любом языке поддерживающим тут нет будет то есть sharp sharp и даже поэтому ну и собственно в роботе встроен компилятор выражений на языке си шарпа ближайшее время мы планировали добавить также компилятор выражений на языке visual basic но как показала наша практика как показали отзывы пользователей в принципе си шарпа хватает достаточно собственно сильно дает понятный краткий интерфейс взаимодействия дает линк и все возможности помощи которых можно разрабатывать гибкого робота минимальными усилиями следующий продукт мы приходим потихонечку к активностям и собственно здесь первое что во что важно отметить это около 140 активности там 136 активности на текущий момент из коробки которым предоставляем вместе со студией в том числе в эти 140 активности входят уникальные для rp и рынка отдельно стоит рассказать про интеграцию с 1с мы как производители отечественные мы знали боль и страдания людей которые работали с 1с это изменение селекторов это и при обновлении сбой каких-то там роботов которые работали достаточно давно и так далее так далее и соответственно эту боль мы пытались изначально решить потому что это была наша боль к нам разрывать ранен других продукт и соответственно мы изначально делали интеграцию с 1с более простую более понятную более надежно и здесь можно сказать с двух сторон нас есть нативная интеграция с 1с который позволяет не открывать визуальный интерфейс 1с не открывать самый rp не входить туда и так далее так далее а просто получать данные напрямую из базы через 1с но также у нас отлажена прекрасно работа через за его элементы с 1с то есть работает быстро надежно селекторы надежные но к этому чуть ближе вот следующий пункт это работа с его элементы при помощи xpass xpass сам по себе очень сильная методика схема который позволяет гибко работать с любым деревом и соответственно мы интерпретировали эту технологию xpass для поиска элементов не только на экране но и вебе только точнее вебиной на экране при помощи технологии xpass что она позволяет она позволяет очень гибко настраивать селекторы она позволяет настраивать отказоустойчивые селекторы она позволяет использовать функции в xpass заложенные там можно делать на функции к старту из and with contains там можно делать and or условия и так далее так далее так далее то есть вы можете писать селекторы которые у вас не упадут например переключение языка на другой на другую нотацию то и так далее ну и соответственно собственный компьютер vision это клик и матч find image и так далее то есть собственно алгоритм плюс активности паусе арк которым подключаем популярные популярные сервисы такие как яндекс и microsoft и прочее с нашим партнером с нашими технологическими партнерами собственно это все в совокупности позволяет писать робота с любым распознаванием с любым с любой лего си системой и с любой другой системы прием к мастеру мастер в собственно служит для оркестровки для управления роботами для управления и системой роботов на предприятии собственно что дает мастер первое это подробную аналитику и управление средой роботизации вы можете очень гибко очень быстро реагировать на изменения вашей садии роботизации какой-то робот упал вы быстро это увидели подняли и так далее робот отработал вы увидели сколько раз конкретно на каком компьютере с какими логом и к производительность тогда аналитику при разработке мастер используют технологию которая поддерживает больше 65 тысяч активных и что самый важен защищенных по ссср соединение роботов то есть он может держать больше 60 тысяч 65 тысяч роботов обменяться с ними данными обмениваться логами кидать туда задачи так далее так далее тут цифра немножко понятно что большая что в том смысле что вы упрете скорее всего не в количество роботов 65000 а вы упрете скорее всего в то что у вас ресурсов не будет хватать то есть это база данных ваше окружение но тем не менее если у вас возникнет такая ситуация когда у вас в рабочей среде больше 15 тысяч роботов эта проблема решается при помощи коробки а также из-за того что тв-приложение им можно пользоваться с любого устройства вы можете пользоваться им как с браузеров с телефонов так и с планшетов с компьютеров и так далее так далее то есть некий единый вход подробное логирование система реагирования события по которой упоминал вместе с аналитикой и собственно наше выстраивание высоко уровнях процесса в виде и это выглядит таким образом что мы позволяем делать видео и пьем настройку роботов верхний уровень то есть когда вы настраиваете робота вы рисуете его схему его процесс низкоуровневого то есть он кликает по элементам что-то там скачивает выгружает загружает и так далее мастер позволяет эти роботов между агентами распределять и выстраивать некие цепочки делать некие условия уже верхний уровень то есть если первый робот отработал то запустить 2 руб то есть второй робот отработал и его данные успешные или там что-то сломалось то например уйти в другого в третьего робота и что-то выполнить то есть некий такой bpm процесс сверху понятно что это не полноценный бима редактор кашу сделать бима и пьем систему наверно тем не менее виде бима это редактирование от неких процессов ну и наверное самое главное что я хочу отметить что пикс кроме своих продуктов это большая любимая моя команда профессионалов которая обеспечивает стабильный выпуск релизов каждые две недели от самого начала нашего выпуска так продолжается стабильно это обширная дорожная карта где проведено уже много концепции и собственно нацелено много разработок мы получаем постоянный фидбэк от нашего активного комьюнити и собственно спасибо нашему комьюнити мы постоянно получаем постоянно фидбэк по улучшениям видим что людям интересно пользоваться и они пользуются и пытаются улучшить этот продукт и идеи эти идеи мы все слышим и пытаемся собственно нашу дорожную карту внести сделать можно быстрее чтобы упростить взаимодействие ну и собственно это пикс это произойти взаимодействие с партнерами которым тоже большое спасибо который проявляет большой энтузиазм в том числе технологическим партнерам которые дают нам открывать будет более более новый горизонт на этом все спасибо максим тебе слово спасибо большое я вижу тут пишут по поводу звука коллеги сейчас будем смотреть в чем у нас проблема их возможности у кого-то из спикеров открыта youtube презентация трансляция точнее значит коллеги кирилл спасибо тебе большое за доклад вот он я отмечу что он был довольно таки скажем так с некоторыми глубинными оттенками если кто-то например хочет там об этой отдельной демонстрации мы можем как бы это дело всегда провести вот в том числе у нас есть виде материал на нашем сайте это всегда можно посмотреть я наверно позволю себе парочку вопросов из нашего чата задать и кириллу их адресовать вот потом большая часть вопросов мы наверное будем после проходить на пленарное заседание заседание значит кирилл вопрос 40 класса планируете проводить интеграцию да вопрос по поводу ораклей сапа собственно здесь у нас позиция такая и как мы вообще опять позволю себе немножко углубление наших технологий для работы с его элементами мы используем последнюю технологию microsoft а его и там еще версии 3 естественно большинство не только современных но и старых программ поддерживают технологии естественно с его им у нас проблем нету то есть мы взаимодействуем с она поможем действием 40 лом срокловыми системами без каких-либо проблем что касается взаимодействия как такого нативного background взаимодействия то здесь у нас политика достаточно простая как только у нас появляется задача клиент обращение о том что нужно кому-то вот срочно интегрироваться например сапом эта задача нужно срочно решается на вас сразу же попадается в бэклок эта задача несложная соответственно она у нас ближайшем спинте на активные задачи и собственно разрабатывать поэтому если необходимо задача интеграции 40 лом либо сапом на почему-то вам нужно это именно делать нативно без каких-то подключений через его и так далее или вас там очень старая система то велкам вполне здесь проблем никаких нет надеюсь вопрос от константина мартынова мы ответили еще один вопрос от александра немцова 1с только управляемой формы по их спас 1с не только управляемой формы в том числе и обычные формы обычные формы к сожалению 1с поддерживает чуть-чуть хуже технологию и автомашин тем не менее поддерживает мой процесс сделали без каких-либо проблем больше того скажу кроме обычных управляемых форм мы еще поддерживаем взаимодействие с конфигуратором то есть вполне можно делать действие вот у нас недавно с коллегами как раз здесь присутствующими был процесс где нужно было зайти в конфигуратор и сделать некоторые действия там с пользователями что-то перепели куда-то передать и так далее так далее проблем вообще абсолютно тех не было секс пасом отлично работала и здесь здесь проблем так что да и с обычные формы с управляемыми форумами и с конфигуратором так что но там нужно свои подходы искать проблем нет так ну что надеюсь на этот вопрос тоже ответили так или все спасибо отдыхай до пленарных следующим у нас идет компания biork александр очень вовремя включился ты готов да конечно да значит александр из компании biork напомню что компания которая занимается обработкой документов переводом их из аналогов цифру скажем так вот так что александр без слова передаю ищай отключаю включай презентажку да хорошо всем всем добрый день тема моего до сегодня очень как не необычно наверно выступать не связи с тем что все таки это удаленно как-то вебинарная история такая метап в онлайне не совсем привычный формат но тем не менее нынешняя ситуация на к этому полностью располагает до тем моего сегодняшнего выступления это сценарии использования rpa в в интеграции с нашей с нашим сервисом biork smart vision меня зовут коробов александр я директор по продажам и развитию бизнеса в компании biork и вот сейчас мы прорабатываем различные варианты не стоим на месте внедрение технологии внедрение rpa это некий внедрение rpa это некое движение вперед да немного хотел бы рассказать о нашей компании компании компания biork это разработчик современную по разработчик интеллектуальных систем используем своей работе нейронные сети и машинное обучение и при распознавании документов мы используем больше конечно комбинированный подход комбинированный подход складывается из платформ bird smart vision и краудсорсингового сервиса на краудсорсинговом сервисе на данный момент зарегистрировано более 55 тысяч операторов обработка документов происходит комбинированным способом первоначально проходит через нейросети текст и через алгоритмы распознаются с помощью нейросети алгоритмов все что не распознается то передается на до распознавания оператором и формирование сбор дальнейшего дата сета и до обучения нейросетей особенность нашего сервиса это распознавание рукописного текста на различных языках на данный момент у нас более на данный момент мы работаем шестью языками но и обрабатываем довольно большое количество изображений и документов корпоративных бизнес процессов в месяц примерно в месяц более пяти миллионов изображений обрабатывается с помощью нашего сервиса какие наши технологичные технологические преимущества это высокая точность благодаря комбинированному подходу нейросеть плюс операторы мы гарантируем точность выше 99 процентов независимо это самое главное что был приемлемое качество изображения вот верифицируем сложные рукописные слова за счет использования облачной модели у нас не требуется заказчика не требуется ресурсы на запуск решение обучение персонала также на капитальную закупку сервиса александр и извините у тебя а ты же ведь презентацию показываешь показываешь не показываешь не показываешь не показываешь да у меня я прошла давай не включаясь мнение нет я в полной уверены я в полной уверенности а сейчас нет сейчас мы тебя видим ничего страшно давай подключайся дожди подожди сейчас на сейчас одну минуточку вот сейчас видно все назад когда ничего страшного потом всем участникам презентации тоже можем разослать так что все нормально едем дальше да я прошу прощения то я в полной уверенности рассказываю что и думаю что презентация моя видна но ничего я думаю просто затянул вступительное слово нет я уже здесь да дальше продолжим удобный пользовательский интерфейс нашего личного кабинета в котором в которой заказчик может обращаться для для ознакомления с тем что мы сделали и для где хранятся его документы и мобильно и имеем также мобильное приложение для передачи данных у нас есть два способа передачи данных с помощью нашего по это по бескам который устанавливается на любой сканирующие устройства заказчика чтобы избегать интеграции если нужно быстро запустить проект и мобильный бескан который устанавливается на мобильные устройства это планшеты телефоны работает пока только на android на android версиях да какие особенности платформы berg smart vision модульная архитектура платформы позволяет подключать различные сервисы непосредственно каждому модулю вот и процесс к процессу распознавания текстов и изображений также возможно подключать процесс робот сам именно непосредственно роботе процесс automation как я и говорил существует простая интеграция скорость внедрения от двух недель возможность работы без запи это как раз помощью бескана мобильного либо веб-версии безопасность наша подтверждена непосредственно соответствующими сертификатами от фсб и стек мы являемся операторами по обработке персональных данных поэтому можем работать с персональными данными с любыми персональными данными да это паспорта знаю там программа анкет лояльности вот например рассмотрим на примере можно рассмотреть использование rpa при работе бухгалтерии по выставлению счетов и выполненных работ это довольно рутинный трудоемкий процесс при котором но но понятный алгоритм при котором мы можем очень точно взаимодействовать сервис bird smart vision может использоваться для при распознавании документов сверки документов бумажных электронных версий также внесению данных учетные системы и других процессов а также один из процессов это сверка отчетности российской системы бухгалтерской отчетности и международной системы финансовой отчетности это если компании ведут внешнеэкономическую деятельность можем готовить выгружать отчеты проверять корректность выдаваемой информации ну и любые рутинные процессы решаются очень как показала практика очень применим наш сервис на при работе кадровых служб для и чаров например рассмотрим модель и процесс трудоустройства при трудоустройстве у и чара стандартно уходит только только если прераз при оформлении сотрудника стандартно уходит на внесение информации из пакета кандидата пакет документов кандидата примерно уходит 50 минут мы обрабатываем эту информацию вне зависимости от сложности документов это рукописные печатные документы многослойные документы такие как трудовая книжка мы распознаем у нас этот процесс выстроен и отлажен максимальный максимальное время распознавания комплекта 16 минут поэтому здесь мы можем очень даже серьезно помочь кадровым службам а также все наверное знают про в этом году есть проект вернее он запущен был в прошлом году цифровая россии но в течение этого года должны быть оцифрованы все трудовые книжки у это возложность это возложена обязанность на работодателя поэтому государство в связи наверное с последними обстоятельствами может быть смягчит требования но тем не менее ответственность на работодатели за оцифровку трудовых книжек лежит мы в этом процессе тоже можем участвовать это наверное я затронул некоторые процессы только по сценарию использования рпи мы в принципе довольно широкая деятельность где мы можем быть применимы это и страховые как при работе в страховых компаниях при оформлении страховых случаев это и любые любые бизнес-процессы наверно в которых как говорили коллеги отлаженный алгоритм действий и рутинные действия везде мы можем быть применимы где также необходимо обработка какой-то документации здесь наверное ключевые точки повышения эффективности они довольно всем ясны и понятны при применении при использовании наших сервисов сервиса там rpa и berg smart vision повышается скорость исполнения работ и и вообще отладки всех производственных процессов поэтому здесь наверное это основное преимущество и ключевой момент дорог также вот есть у нас дорожная карта развития наши экспертизы начиная от пилота до создания центра компетенции это процесс он примерно расписан на год исходя там из по кварталам но я думаю что при более плотном подходе можно сократить этот процесс сделать это гораздо быстрее наверное у меня все мы по 100 по формату сейчас будет на вопросы да максим какие-то вопросы если возникли то сейчас посмотрим пока не смотрел вот смотри есть есть тебе парочка вопросов да может быть не буду сохранять их последовательность мы просто возьмем остальные все на пленарку сейчас включусь подожди в мини-то-то ставь-то ставить оставить неделю из коробки 1с умеете еще раз коробка с коробкой 1с данный ты проговорил что вы можете интеграцию интеграция 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 за две недели это как как я и говорил что при но с помощью нашего сервиса с помощью по бискан мобильной версии либо веб-версии в принципе с 1с мы имели интеграцию у нас были проекты при интеграции с 1с если это быстро быстро необходимо запустить то существует там обмен информации либо либо csv либо джессон передается информация все зависит от того насколько как как срочно нужно запустить проект мы очень гибкие если у заказчика горят сроки то мы рассматриваем различные варианты если это коробочная версия есть api также по которым мы можем подключаться с передачей всех данных второй вопрос хороший вопрос я думаю над ним конечно можно много дискутировать но постарайся пократче бьерк это аналог дебрейн можете пару слов рассказать пожалуйста хороший вопрос очень я наверно извини я перебью мы кстати что бьердом сотрудничать дебрейном поэтому платформы достойны до платформы здесь что что хочу что хотел бы сказать аналог или не аналог но здесь про проще сказать следующий здесь наверно проще ориентироваться на факты компания дебрейн и так компания бьерк была создана в конце шестнадцатого года и на данный момент ну и в такой конфигурации это как нейросети плюс краудсорсинговая платформа на данный момент реализовано более ста проектов реальных проектов которые различного масштаба это и среди наших заказчиков есть такие крупные там пензина и новым к шереметьево втб для магнита мы год выполняли проект ну ряд проект ряд и очень известных компаний с которыми мы работали также у нас собственно краудсорсинговая платформа если наши коллеги используют для работы для дораспознавания яндекс толоку то у нас и который не показывает и сложно очень гарантировать со сторонним сервисом качество 90 выше 99 процентов то у нас это как я и говорю у нас это собственная платформа на которой все люди оформлены официально которые работают по гпх которые несут полную ответственность на которых мы можем положиться в плане сохранности персональных данных хоть мы и в одни руки никогда не передаем документ целиком например паспорт ну документ который содержит персональные персональные данные но тем не менее это все наши сотрудники и мы можем гарантировать результаты зачастую у нас прописано 100 процентов гарантировать результат очень сложно и наверно невозможно но есть такие контракты по которым мы гарантируем девяносто девять и семь точность обра об точность обработки независимо от сложности текста рукописно печатано как угодно я здесь нет я думаю что здесь здесь зависит все от кейса потому как да здесь каждая компания что и бьеркский бренд имеет подтвержденный опыт и хорошие как бы отзывы кейса есть но как бы здесь нужно смотреть мне кажется по какому-то конкретному случаю потому как есть у сюда и там одна компания лучше где другая компания конечно мы здесь да я тоже напомню что мы здесь там не у нас нет цели там сталкивать лбами довольно серьезных российских как бы разработчиков вот здесь как бы есть интерес скорее всего находить такие ситуации которые например действительно сложно решать и я уверен что есть компетенции у каждого из что подтверждается уже хорошими отзывами уже на рынке поэтому как бы и и в том числе мы с этим и работаем да что я хотел бы добавить здесь отвечая конкретно на вопрос не мы не дебре не являемся аналогами друг друга у нас похожая схема работы у нас похожая схема по обработке данных потому что она действительно на данный момент является самой точной ну это выверенная схема это нейросети плюс до распознавания человеком но у нас все-таки специализации различные у нас и в последнее время немного рынки отличаются и но здесь да максим как ты правильно заметил что необходимо отталкиваться непосредственно от проекта на каком-то проекте мы мы более эффективны где-то возможно дебрейн может показать все лучшие результаты но тем не менее да это как бы до работы мы по однаковой схеме досташе я тебя вынужден прорвать то что мы немножечко из тайминга выходим вот себе огромное спасибо я передаю слово далее у нас далее команда из планета дмитрий ботин команда так я извиняюсь выключай камеру да 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 дим мы тебя очень ждем в общем команда которая занимается эксперты большие по внедрению роботизации большой опыт есть с коллегами мы сотрудничаем вместе внедряем задачки так что дим тебе слово давай добрый день меня зовут дмитрий и я представляю компанию ланит частности и и подразделение ланит бпм которая занимается автоматизации бизнес-процессов уже на протяжении наверное не менее десяти лет три последних лет и около трех лет назад для последних последних года я понял то у нас уже такое семейное страшно так вот мы занимаемся автоматизации бизнес-процессов уже на протяжении не менее десяти лет и около трех лет назад для помощи нашим клиентам мы начали применять роботизацию в качестве инструмента оптимизации бизнес-процессов сегодня хотел бы поделиться нашим опытом работы над рпи проектами рассказать о некоторых вопросах с которыми мы сталкивались в процессе своей работы мы участвовали в проектах различной степени сложности в небольших проектах на практике может применяться классический подход к разработке когда на этапе аналитики обычно четко выделяется небольшие фичи ограниченном количестве в этом случае разработчики могут взять по одной и независимо друг от друга закончить их с последующим этапом интеграции всего функционала в одну программу на финальной стадии и затем происходит тестирование получившейся версии какими проблемами можно столкнуться при таком подходе рассмотрим это на примере тех процессов крупного проекта ну достаточно крупного допустим нам необходимо разработать пять сценариев автоматизации в каждом из которых планируется задействовать несколько разработчиков в случае если заказчика при этом прилетают в процессе новые задачи или стало необходимо внести какие-то правки может увеличиться время на разработку и когда подойдет срок интеграции клиент может попросту загрустить так как при рассмотренном подходе чтобы пройти интеграцию и выпустить релиз необходимо завершить работу над всеми сценариями и мы получаем неоправданную потерю времени количество фич которые участвуют в разработке более сложного проекта также будет больше что может привести к увеличению сложности этапа интеграции скорее всего приведет возможность возрастает и цена также исправление ошибок которые могут возникать после этого этапа так как для исправления придется пройти его еще раз для решения данных проблем использовать техники достаточно давно известной continuous integration суть которых заключается слияние кода каждой фичи в общую ветку и тестирование подготовности а это позволяет решать перечисленные проблемы ранее обнаружение исправления проблем более простая интеграция фич и как следствие появляется возможность их выпуска поэтапно случае когда это востребовано данный подход позволяет заметно сократить издержки в работе вместе с техниками continuous integration также часто применяют и continuous deployment и continuous delivery который заключается в автоматизации процесса выпуска релиза и доставки фич клиент небольшими порциями в совокупности эти техники позволяют выстроить социальную концепцию подхода к разработке рассмотрим ее подробнее как может быть выстроен в этом случае цикл разработки допустим в команде есть разработчик сергей и он только что закончил работу над какой-то важной фичей номер 42 после прохождения ревью сергей создаст сборку исполняемого скрипта загрузить его в средства оркестрации после чего тестировщик борис проведет тестирование полученной сборки и сохранит результаты тестирования на в том числе для дальнейших аналитики цикла разработки после успешного прохождения тестирования инженер григорий создаст пакет поставки включая в него всю необходимую информацию также он сделает копию пакета для резервирования сохранить локально после чего полученный пакет ну он будет передавать заказчику в данном примере сотрудники совершают много повторяющихся тривиальных действий вручную это передача файлов создание пакета сборки поставки сбор и сохранение данных для статистики создание backup собственно техники continuous deployment позволяет этого избежать в классической разработке существует масса инструментов для автоматизации рутинных операций такого процесса к ним относится система обеспечения процесса непрерывной интеграции такие например как jenkins travisci bamboo и прочие системы настройки конфигурации фреймворки автоматического тестирования централизованной системы для проявления проведения ревью сбора аналитики статистических данных система хранения дистрибьюции пакетов и прочее как же будет выглядеть цикл разработки с использованием подобных инструментов рассмотрим ситуацию с предыдущего примера у нас есть система контроля версии и например джит и какой-нибудь из инструментов ся сиди ну например бамбу или дженкин в этом случае разработчик сергей закончив вашу фичу номер 42 одной командой обновит кодовую базу доступны всем разработчикам после проведения ревью слияния в основной ветку разработки автоматически запустится процесс тестирования и сборки благодаря этим инструментом теперь у бориса нет необходимости вручную оформлять сохранять статистику по тестированию для каждой фичи при ее слиянии в основную ветку далее в случае успешного завершения этапа тестирования запускается скрипт подготовки поставки и создание ее резервной копии теперь инженер григорий отвечает только за настройку поддержки системы совершающие все эти действия автоматическом режиме в результате мы получаем замкнутый цикл разработки в котором можно на ранних этапах выявлять ошибки получаем возможность упрощенной интеграции и автоматизированный запуск и доставку релиза на больших процессах как показывает проектный опыт подобный подход приводит к существенному сокращению издержек собственно поэтому стал популярным но для реализации такой архитектуры мерпи платформы предъявляются к самой платформе некоторые требования например это возможность выполнения сборки исполняемого скрипта робота из командной строки наличие api для взаимодействия со средствами оркестрации и также некоторые требования можно предъявить к решению задач автоматического тестирования ну например по форматам интеграции с инструментами си сиди слова по поводу требования к запуску робота из командной строки у нас был такой опыт на одном из проектов что среда на которой велась разработки не позволяла собирать собственно исполняемый файл из командной строки это нужно было делать графического интерфейса нажимая кнопочку и нам пришлось написать отдельного робота который бы среди разработки в котором был написан нажимал эту кнопку и конфигурировал сборку позволяет тестировать код чаще и выявлять проблемы на ранних этапах при этом есть еще одна техника позволяющая более эффективно являть ошибки это код ревью помимо раннего обнаружения проблем эта техника помогает как прокачки на начинающих специалистов так и для того чтобы старшие разработчики смогли делиться опытом между собой в целом подход был бы важен и полезен всем поскольку сейчас на рынке маркетинговых материалов сформировалось неправдоподобное представление о том что роботизацию можно проводить начинающими специалистами когда компания делает проекты командами таких разработчиков по результатам у них формируется естественно мнение о том что роботизация ну либо вообще не подходит либо мало эффективно при оптимизации бизнес процессов стоит отметить также что при работе над проектами крупных организаций практически всегда требуются опытные разработчики код ревью приводит также не только к улучшению качества кода выявления ошибок но и помогает обмениваться опытом между разработчиками что приводит к повышению уровня специалистов но на своем опыте мы столкнулись с некоторыми особенностями проведения код ревью в разрезе rp и разработки рассмотрим некоторые шаги которые необходимо совершить разработчику для проведения ревью в одной из платформ конкретно возьму и пас скачать необходимо скрипте программу робота открытие в своей среде разработки комитет комментарии понять чё же ножевую новую версию вообще произошло анализировать эти изменения записать свои комментарии обратно скрип и после этого передать новую версию кода со своими комментариями либо следующему разработчику на ревью либо автору кода обратно классическом же подходе к разработке давно есть инструменты для централизованного проведения ревью удобного обсуждения участка в кода автоматического выделения изменений можно сделать вывод о том что проведение ревью в rp и разработки на текущий момент по крайней мере обладает несколькими существенными недостатками по сравнению с классическим методом мы на данный момент видим два варианта решения данной проблемы это либо разработка функционала для проведения ревью в виде блочечного представления скрипта прямо или реализация возможности преобразования кода скрипта из визу с последующим использованием уже имеющихся инструментов чем еще может быть полезен код ревью важно отлавливать моменты с низкой производительностью отдельных компонентов которые могут поставляться в составе среды разработчики от вендора решение таких вопросов позволяет выработать необычный подход кастомизированный в том числе для этого полезно иметь опытных разработчиков функциональные блоки которые служат для создания такого решения в платформе например у и пасс носят название custom activity хотя это название наверное ну достаточно объективно отражает суть дела для всех платформ они могут быть необходимы например для работы с rest api какого-то сервиса или для расширения функционала который уже имеющийся в приложении но допустим в каком-то ограниченном виде создание такого функционала возможно только если сама платформа поддерживает возможность его разработки и часто когда речь идет о выборе платформы на который будет проводить автоматизация это играет не последнюю роль приведу описание решения некоторых вопросов с применением этой технологии на примере работы с пакетом amos office который достаточно часто можно встретить при автоматизации бизнес-процессу при разработке автоматизации сценариев у бизнеса не раз возникала необходимость чтения и заполнения например таблиц внутри документов word при этом изменить или исключить этот шаг из процесса было затруднительно до недавнего времени ни одна платформа разработки которую мы рассматривали не предоставляла функционал для работы таблицами word к слову как раз когда мы начали рассматривать платформу пикс там эта возможность поставлялся из коробки для создания такого функционала нашего на нашем опыте требовался средний в принципе рпи разработчик который имел опыт программирования в дотанет среде и что позволило решить данную задачу технически с привлечением небольшого количества ресурсов также не исторически некоторые процессы компании связаны с excel и работе с клиентской базой могут появляться большие файлы файлы которые необходимы для формирования отчета но в средах рпи разработки часто используются библиотеки не оптимизированные квадра подработать большими файлами хотя в одном из проектов при переходе в прод среду мы столкнулись с тем что нам необходимо было обрабатывать файл размерами от 50 до 250 мегабайт при этом у нас стояли жесткие сроки по обработке на один файл конкретнее пять минут на файл проведя при этом небольшие исследования мы установили что стандартный функционал 3d разработки как и некоторые широко известные библиотеки на языке c-sharp тратили на открытие файла размером порядка 25 мегабайт около шести с половиной минут соответственно для нас это было абсолютно неприемлемо решением стала библиотека epi plus которая для сравнения позволяет открывать файлы такого размера за 30 секунд как видно из приведенных примеров данный подход который позволяет решать вопросы связанные с автоматизацией технической стороны в ряде случаев где необходимо быстрое решение задач минимальные издержки может оказаться незаменимым в заключение хотелось бы сказать что в целом подходы enterprise разработки подходит и для рпи но на рынке решений все еще остается потребность в некоторых инструментах которые позволяют их применять спасибо за внимание если есть вопросы готов отметить передаю слово да дмитрий спасибо большое очень интересный плат про тестирование вопрос меня лично появился если это не против я уже дам вообще сейчас рпи платформы не будем говорить про конкретный как бы вот вообще в целом достаточно инструментарий предоставляет чтобы решать задачи качественно бизнеса ну для того чтобы решать задачи в принципе естественно функционал я думаю минимальный предоставляется у любой платформы другое дело тут скорее в удобстве и в оптимальности и при применении в данном примере подходов классической разработки которые ну как я показал здесь в принципе это известно было до текущего момента я думаю привносят конкретные профиты при работе над проектом ну то есть это сокращение издержек увеличение производительности замена ручного труда автоматизированным но средствами автоматизации и прочее такой набор инструментов конечно сложно сейчас найти практически у любой платформы по крайней мере нам приходилось как-то чаще всего выкручиваться с помощью собственных решений собственные решения они либо были с помощью самостоятельными либо или вы все-таки прибегали к написание кастом активити где было возможно применять применялись кастом активити естественно поскольку имея в качестве рабочий стиль рп и разработчиков это самый простой способ решения проблем технической стороны ну а как ты считаешь если например платформы нет возможности дописывания кастом их активности к ней это сильно вообще ухудшает ситуацию при внедрении проекта тут все зависит мне кажется от скорости реагирования и собственно выстроенного проект процесса обратной связи с вендором то есть если вендор способен быстро реагировать на какие-то запросы например в вашем случае я бы сказал что такое условие выполняется то я думаю что это возможно но в любом случае использование кастом активити и собственных сил она очевидно будет быстрее чем запрашивать у вендора разработку какой-то фичи в общем в итоге получается здорово если есть это это возможность да так пути все спасибо большое мы потихонечку переходим тогда к следующему спикеру у нас на очереди андрей звонарев из компании наносимантика андрей у нас занимается компанией соответственно представляет компанию по внедрению голосовых ботов и чат-ботов бизнеса зачастую требуется также взаимодействие с людьми и и платформы на текущем этапе пока не в широком аспекте предоставляют такие возможности и здесь все таки я считаю что там инструменты как бы не только люди но и инструменты которые решаются задачи профессионально должны решать должны их решать поэтому мы вот сотрудничаем с компанией наносимантика как раз таки которая эти вопросы прекрасно закрывает андрей в общем тебе передаю слово включай да максим спасибо да давай включай видео включай презентацию всем привет так пока не а вот видео появилось отлично ждем презентацию по отлично да все есть есть супер закрывай квадратик черненький да коллеги всем привет меня зовут андрей золотарев я коммерческий директор компании наносимантика здесь не знаю насколько аудитория продвинута в роботах и голосовых ассистентах понимаю что здесь наверно больше разработчики те кто знаком с платформе мир пей но надеюсь моя презентация будет интересно и будут от вас интересные вопросы в конце пару слов о компании наносимантика существует уже 15 лет на рынке мы двигатели прогресса наверное в россии потому что 15 лет назад текстовых ботов и голосовых ботов практически никто не внедрял это была какая-то игрушка которая непонятно была для чего создана постепенно бизнес осознал что с помощью голосовых текстовых ассистентов можно экономить ресурс людей высвобождать их от рактивных операций на операторов контактного центра должны оставаться более интеллектуальные сложные вопросы с помощью ботов можно конечно сэкономить косты что еще хочу сказать о компании у нас уже более ста реализованных проектов в различных отраслях это и госструктуры энергосботовые компании банки телеком медицинские организации в принципе наши клиенты это все крупные компании у которых есть нагрузка на контактный центр в текстовые каналы либо на телефонию плюс те компании у кого много сотрудников штате которые разброс например по территории россии и даже там за рубежом и они генерируют трафик в техническую поддержку который можно также автоматизировать мы являемся резидентами сколково в кластере айти и различных кластеров нейронета искусственного интеллекта так как этой отрасли занимаемся очень давно и нас все знают ценят и уважают наши клиенты как уже перечислил разные отрасли мы делаем и ботов в тексте для клиентской поддержки для внутренней поддержки делаем и чар решения работаем и с автопромом думаю что здесь из аудитории тоже есть разные направления кому наши технологии могут быть потенциально интересны немного расскажу о видах решений клиентская поддержка всем наверное понятно у каждого бизнеса есть часть вопросов которые можно автоматизировать это может быть 20 процентов может быть 80 процентов чат-бота можно установить в голосовой канал либо же в текстовые каналы которые используют настоящая компания будь то виджет на сайте либо мессенджеры ватсап telegram skype teams slack и другие основная цель бота всем известно срезать пики нагрузки на контактный центр автоматизировать рутинные операции оставить людям только интеллектуальные сложные вопросы в последние годы стало очень популярно направление внутренней поддержки различные департаменты обращаются к нам и говорят что хотят какие-то внутренние процессы автоматизировать с помощью коммуникации потому что часто сотрудники в чар службу войти задают повторяющиеся вопросы где могу взять там заявление на отпуск девушки спрашивают как правильно оформить декрет и уйти в него техподдержку пишется что у меня сломалась определенная по все эти вопросы в принципе можно автоматизировать то есть мы создали специальный язык описание диалогов который позволяет понимать естественную речь с учетом опечаток сленга терминологии конкретной компании и свое решение адаптируем под конкретного заказчика что касаемо интеграции интегрируемся мы по swap rest api с различными системами внутренними будь то и чар система либо внутренняя crm abs плюс здесь с помощью пире ребята из пикс тоже можем налаживать те процессы которые уже например автоматизированы в компании мы можем с помощью бота обращаться к ним и какие-то данные уже подтягивать в диалог например если уже есть например через пей поиск резюме да мы можем эти резюме там редиректить в бот и как-то с ними работать из кейсов может быть великое множество количеств с помощью rpa тут нужно конкретный кейс рассматривать а также популярны направления у нас и чар ботов первичного подбора у каждой компании практически есть те вакансии где высокая текучесть будь то менеджер по продажам операторы контактного центра продавцы кассиры и мы несколько кейсов там с ростелекомом втб сбербанком делали именно по первичному подбору когда бот проводит такой скрининг кандидата опрашивает его по блок вопросам сколько человеку лет какой у него опыта опыт работы какое у него образование готов ли работать по определенному графику и за такую-то заработную плату после этого кандидату либо вежливо бот отказывает либо приглашает его на собеседование либо во внутреннюю систему отправляет данные пользователя фио номер телефона интересующая вакансия и уже ресерчеры напрямую связываются с кандидатом проводят либо видео интервью либо приглашают на очное интервью достижимые результаты здесь как мы говорим это средняя по больнице понятно что разные отрасли там банк телеком госструктура сложно сравнивать потому что разные типы вопросов разные процессы автоматизируются но это мы грубо говоря сложили всех своих клиентов метрики и примерно там можно рассчитывать что на 40 процентов будет снижение нагрузки на контактный центр примерно в два раза быстрее проходит поиск информации если мы говорим например про сайт да и при голосовом общении потому что оператор тоже может забыть там ответ полезть посмотреть скрипты а у бота это уже заложенная база знаний на которую он там в долю секунды ответит 24 на 7 работает ему не нужно там идти куда-то что-то смотреть он уже так все знает все знает или не знает потому что насколько бы не был умный бот насколько бы не было крутое решение по искусственному интеллекту все равно системы в той или иной степени ограничены то есть понятно что на них какие-то функции стоит применять какие-то лучше оставить людям ну и у нас там рекорд что девяносто шесть процентов распознающих запросов мы говорим только о тех направлениях где есть распознавание естественной речи то есть пользователь может писать как хочет то есть мы ему не говорим что пиши именно так он может написать с ошибкой с опечаткой использовать внутреннюю терминологию мы все равно должны его понять это наша как бы основная задача и наше основное отличие от всех конкурентов немного технического описания как сказал чат-бот интегрирует с разными системами с CRM там 1С ABS с RPA можем если например RPA уже умеет там смотреть оставшиеся дни отпуска мы к RPA можем обращаться и со внутренними системами напрямую не взаимодействовать это очень удобно сейчас такие популярные кейсы есть уже несколько там запросов от заказчиков которые мы там с PIX будем прорабатывать про каналы я рассказал мы поддерживаем все открытые API с каналами коммуникации где клиенты могут написать там в банк или в телеком это facebook whatsapp telegram одноклассники kick slack microsoft teams который сейчас набирает популярность по внутренней коммуникации и с различными телефониями вида avaya genesis and desk онлайн чатами life text chat to desk также у нас есть собственные разработки по распознаванию синтезу речи всем наверное известно Алиса и Сири от Яндекса Амазона у них там свое решение у нас в принципе похоже то есть у нас есть свое распознавание свой синтез куда мы подключаем распознающую часть от текстового движка и можно создавать интеллектуальных ботов в голосе в телефонии в мобильном приложении можно сделать свой там уникальный аватар с которым можно будет общаться например мы какие-то развлекательные навыки в Алисе запускали типа типичной блондинки что отвечает как молодая девушка беловолосая шутит заигрывает и так далее это больше конечно для развлечения часто заказчики создают для себя конкретного персонажа например на сайт анимируют его дают ему имя потом встраивают в телефонию и например там Елена которая представляет конкретный банк может с вами взаимодействовать и вы иногда даже не понимаете что это робот ну конечно более прошаренные люди которые работают в нашем направлении они понимают когда общаются с людьми когда с ботами Максим если я там выбиваюсь из графика можешь мне как-то сигнализировать потому что в принципе про нас очень долго могу интересно рассказывать надеюсь что интересно ну нет у тебя буквально пара минут осталось может закругляться уже потихонечку но мы еще на пленарные сессии поговорим супер да я тогда там пару слайдов и закончу у нас собственная база знаний как я рассказал про там технологию больше углублюсь у нас там разработан собственный диалоговый движок который работает как поисковик яндекс или гугл находит релевантности по соотношению весов контекста окружения диалога а чтобы создать это базу знаний для бота мы разработали язык описания диалогов называли вот диалог лэнгвич это лингвисты пишут шаблоны распознавания ответные части на программном языке чтобы сразу обхватывает различные формулировки вопросов потому что мы с вами можем по-разному спросить о стоимости сколько стоит какова цена почему так дорого и скорее всего заказчик нам даст там один верный ответ потому что у нас там такая ценовая политика чтобы эти все вопросы не перебирать и не обучать бота несколько лет мы на своем языке описания диалогов создаем правила которые сразу охватывают 20-30 формулировок одного и того же вопроса и даем на нее единственно верный ответ это сокращает время разработки ботов делает их сразу более интеллектуальными причем у нас накоплены из своей библиотеки знаний в различных отраслях банки телеком которые мы можем переиспользовать там как спрашивают про кредит вклад депозит там 15-летний опыт накопленный который мы можем использовать для конкретных отраслей и платформа у нас мультиязычная у нас уже там 13 языков реализовано это русский украинский киргизский узбекский казахский английский вьетнамский китайский и испанский вот но планируем добавить когда будут заказы понятно что есть личный кабинет с детальными метриками дашбордами отчетностью сколько было пользователей какие вопросы мы распознали какие не распознали должны попасть в до обучения плюс фишки виджете например нотификации это всплывающие уведомления с какими-то классными новостями от компаниями что например появился там новый кредит хотите ли ознакомиться кликабельная ссылка бот тем самым вовлекает в диалог но делать это не навязчиво там настраиваться тайм-аут и когда он это может выводить либо на каких страницах если мы говорим про текстовые решения среда разработки да собственно среда разработки айде ребята рассказывали что у них тоже там в других направлениях есть айде у нас тоже собственная среда разработки где можно создавать чат-ботов тестировать их в деф-режиме выкладывать на релиз выводить в каналы подключать интеграции и делать много интересных вещей с помощью нашего языка описания диалогов когда можно учитывать контекст обращаться к предыдущей реплики там шутить подключать там общую подложку про привет пока о спорте политики так далее наверное все потому что дальше у меня там еще есть слайд но они уже общего характера этом по кейсам на андре спасибо большое очень интересный доклад есть кстати тут вопрос появился сколько стоит если если прайс на лицензии на работы по внедрению все правильно есть и прайс на лицензии есть на работы у нас заказчики по-разному могут заказывать просто как услуги разработки могут заказывать услуги по сопровождению а могут купить платформу идеи и сами потом либо создавать новых ботов либо поддерживать текущее решение которое мы им разработаем отлично цепь у себя результат работы понятно оцениваются отдельно под заказчика там интеграции количество тематик сколько там вопросов нужно автоматизировать там размещение в периметре в облаке сложно вообще даже какие-то ориентиры дать все там от 500 тысяч рублей выше только можно так сказать так появился вопрос нет и отключение на презентацию своего экрана хотя и основные отличия от платформы джаз отлично вопрос смотрите отличие несколько первое это язык описания диалогов на совершенно свой со своими фичами это можно там отдельно обсудить есть там свои сравнения плюс накопленный багаж библиотеки знаний джестои появился не так давно нет у них там своих собственных словарей по банковской тематике телеком тематиком также у джестои нет собственного распознавания синтеза который они могут допиливать по голосовым ботом под конкретных заказчиков они переиспользуют только готовые решения ну по лицензии от там цирк яндекса гугла вот плюс у нас собственный диалоговый процессор который аранжирует делает подборку релевантных ответов у них устроено там иначе но это вот основное что сразу вспомнилось отлично еще один вопрос от меня скажи пожалуйста вы как-то измеряете метрику что-то типа ретеншина то есть когда у вас идет возврат людей наоборот к вашему слову к вашим услугам к вашим решениям за счет того наверное что может быть люди больше и людям больше нравится взаимодействовать с ботами нежели там классическим вариантом тут все условно есть часть аудитории которые без разницы кем она общается есть часть аудитории которая любит общаться с ботом мы им это прикольно есть часть аудитории которые хотят общаться только с людьми и вот с ними очень сложно их не заставишь там общаться с ботом они там могут узнать ключевые фразы по которым сразу можно перейти там на операторов потому что все-таки заказчики да и мы советуем делать интегрированное решение когда на первой линии стоит бот да и в каких-то ситуациях либо по щепетильным темам например там списание денег или там воровство переводить на людей да потому что возможно такие темы не должен будет отрабатывать вот аудитория намного уже лояльность стала к ботом потому что в принципе если мой вопрос в долю секунды решается то почему мне не общаться с ботом да зачем мне ждать пока операторы выйдут утром если нет ночной поддержки либо пока найдется нужный оператор конкретно мой вопрос потому что разные департаменты иногда тебя в чате перекидывают с одного оператора на другого оператора и в итоге тебе четвертый задает а какой у вас вопрос понятно что это там раздражает я бы хотел сразу чтобы вопрос решили тут у бота преимущество ну здесь да здесь трудно не согласиться действительно как бы но однако люди все еще иногда хотят пообщаться с людьми как не знаю как сходить в поликлинику тоже просто пообщаться в общем тут я не знаю согласен да это все как бы условно да потому что ну я говорю есть вот часть аудитории который какого бы то умного и классного бота не сделал он просто не хочет с ним общаться ну просто я хочу чтобы не там живой человек отвезил хотя мы прекрасно знаем что и операторы часто ошибаются ладно все спасибо большое очень интересный спич я считаю тут еще кстати просили контакты сбросить твои в общем мы контакты всех спикеров потом вывести я не жадный можете вы делаете лица моими контактами мы все контакты выложим в описании к видео поэтому можно будет обращаться андрей все отключаем режим презентации да спасибо так нет тысяч пока не отключил да я кликаю меня почему-то не сразу срабатывает сейчас и отключаю видео все спасибо большое так у нас остался последний спикер это у нас даниил морозенко он выступает от компании первый бит внедрение компания перебить с нами сотрудничает давно наверно самых истоков помогает нам внедрять проект клиентов вот представляет услуги сервисы и не только по роботизации и в частности у данил будет доклад связаны с коллаборацией рп и системами бизнес аналитики дань тебе слово забирай да да максим привет коллеги добрый день рад вас сегодня видеть этот солнечный светлый день меня слышно да тебя слышно не забудь пожалуйста презентации да естественно так должна была появиться презентация все видно да хорошо тогда я начну отступительное слово пару слов о компании если вдруг кто не знает компании первый бит международный интегратор эти решений представлены во множестве стран есть множество офисов больше 20 лет опыта 23 если не ошибаюсь в отличие компании мой ровесник множество успешных внедрений и естественно техническая поддержка 4 часа на 7 так уж получилось что роботизация в компании стартовала именно с нашего офиса и в отделе бизнес-интелленджем как раз таки о кейсе взаимодействия наших отделов мы чуть расскажем вам позже суть заключается в том что так как роботизация открылась на основе уже имеющиеся дело у нас появились некоторые функциональные возможности которые можем закрывать скажем а силами друг друга и в итоге у нас есть множество различных кейсов коллаборации краски роботов бизнес-интелленджем и двх которые тоже работают в рамках нашего крупного отдела и как раз таки о таком вот большом подробном кейсе хотелось бы вам рассказать на еще наш офис называется спортивная по скажем по расположению один из самых крупнейших проектных офисов бита который скажем специализируется именно на крупных проектах итак наш совместный кейс скажем кодовое название marketplace а тут собственно все и понятно суть кейса максимально простая есть много различных платформ маркетплейсов различных магазинов всем известный яндекс маркет озон беру видео мы собираем оттуда данные при помощи роботов и дальше передаем всю информацию в платформу клика платформу бизнес-анализа для дальнейшей аналитики манипуляции хранения данных если мы говорим расскажу немножко техники что вообще происходит что вообще делают роботы они заходят в карточку товара о том какие товары нужно брать робот получает скажем начальную информацию о том какой товар является центральным для мониторинга какие товары являются его прямыми конкурентами и что за товар это в принципе например наушники телефон смартфон и так далее робот по названию на сайте находит нужный ему товар заходит с него просматривает отзывы рейтинги все цены все характеристики количество фотографий количество видео все это себе сохраняет и передает дальше в систему хранения который подключен как раз таки инструмент бизнес-анализа так первое что мы видим когда заходим в систему бизнес-анализа это как раз таки всю сводную информацию о том что собрали роботы с разных маркетплейсов здесь представлена как раз таки информация о том давайте я пойду по порядке маркетплейса что за маркетплейс которого была собрана информация название продукта клиента красный центральный аппарат просмотра относительно которого берется сравнение всех других название товара это товар который мы взяли для сравнения продавец чье ценовое предложение предоставлено продукт клиента опять же нас отсылает к тому центральная часть или центральная дальше мы видим разбиение по ценам сколько что это стоит возможное наличие скидки если такова имеется на сайте и собственно прочую аналитику по рейтингу фотографиям видео и прочим хотелось бы еще пару слов сказать для чего вообще нужен этот сервис наверное самое главное так как исходя из текущей ситуации на улице многие магазины к сожалению вынуждены закрываться и переходить в с онлайн с оффлайн продажи на онлайн многие нужно поддерживать цены для того чтобы они были интересны покупателям для того чтобы что-то хоть продать потому что если магазин рядом с домом и к вам заходили то в интернете все примерно в одинаковой доступности поэтому выбора того где именно купить товар вы исходят краски из рейтингов от ценовое предложение от скидочных предложений и прочих условий краски наш кейса поможет закрыть новым магазином данную потребность он сможет как и промониторить цены на тот или иной товар у конкурента или же продавцу своего товара посмотреть а за сколько же продают его товары на различных marketplace его партнер дальше мы сможем просмотреть сравнение групп товаров между собой по ценовому кластеру посмотреть кто сколько стоит в динамике всего времени сколько наши роботы собирали данную информацию и также посмотреть инциденты по данным товарам дальше у нас идет сравнение цен одного товара в нескольких площадок когда информация была также разрыв линии поможет понять что в какой-то момент времени товара не было на сайте или он отсутствовал в принципе и также роботы могут собирать информацию в принципе каждый час из этого мы получаем что мы можем владеть оперативной информацией с точностью до часа также мы здесь видим количество рейтинга и отзывов это очень сильно помогает для для человека когда он видит заходят в карточку товара на разных магазинах и видит что стоят они одинаково но почему-то у одного совсем нет отзывов или они отрицательные плохие а у другого товара они наоборот их много и их больше их много и они лучше по качеству вероятнее всего человек краски под давление отзыв выберет другой товар и все это можно краски отводить на данном схеме идем дальше здесь мы уже можем сравнить между собой два товара по их техническому оснащению посмотреть почему тот товар стоит дешевле чем 2 какие у них разница в технических характеристиках например те же камеры в чем их отличие и провести такую сравнительную сравнительный анализ цены товара от его характеристики тут в принципе представлено то же самое только в первом случае мы сравнили два товара между собой а тут мы можем сравнить всю группу товаров и выявить схожие и не разные места по характеристикам далее идет сравнительный анализ именно по сегментам без привязки к конкретным товарам а мы можем задать размер сегмента в данном момент здесь добавлено две с половиной тысячи и мы можем посмотреть размер средней скидки которая представлена на товара данном сегменте а также где мы проигрываем по ценовому предложению таким образом наша цена выше чем у товаров у конкурентов а также после всего мы можем провести аналитику занижения цен посмотреть в какие дни наш товар продавался дешевле чем мы установили выявить кто это был и провести некие санкции к нашим партнерам если это необходимо или же определить почему в этот день наши продажи нашего телефона упали почему покупали нашего конкурента это весь графический анализ а также я думаю у нас осталось немножко времени я могу вам все это примерно смотреть именно в живую а не картинками максим у нас есть пара минут да да не конечно как раз-таки пара минут и есть отлично тогда давайте перейдем именно графическом интерфейсу в чем скажем большой плюс именно бизнес анализа в том что все что вы делаете она адаптивная например я сейчас хочу посмотреть например цен на товар с 10 плюс на разной платформы и вот я вижу что из 10 плюс продается на тех маркетплейсах которые у нас представлены у них есть некий разброс цен а дальше я могу посмотреть данный разброс цен по продавцам естественно отцена фильтровать все эти таблички и все что я выбрал дальше перейдет на следующий marketplace например опять же наш товар на сайте возьмем например f9 pro и пойдем дальше мы переключаемся и наши графики на другом чертеже строятся как раз таки под то что мы хотим то что мы выбрали на предыдущие здесь мы видим разницу ценового предложения на смартфоны с 10 зависимости от даты скажем средняя по рынку здесь мы выбираем опять же нам идет такая небольшая подсказка что же нам выбрать нужно чтобы получить информацию ту которую мы хотим мы выбираем marketplace например опять же яндекс и выбираем товар клиента пусть на этот раз это будет mi9 lite и здесь мы проводим сравнительную характеристику тех полей которые мы видим мы можем спокойно переключиться на другой marketplace и посмотреть ситуация на нем выбрать интересующие нас поля и провести сравнительную аналитику уже по этим полям опять же здесь я выберу marketplace в принципе мы это уже с вами видели и приведу сравнительный анализ двух телефонов уже более подробно именно для них также мы можем увидеть спокойно фотографии этих marketplace этих товаров и если что то не так мы можем спокойно это видеть и отметить для себя ну и как я уже показывал дополнительная сегментация мы можем ее спокойно поднастроить чуть не меньше и видеть более детальные разрезы в зависимости краски от того как детально нам нужно прорабатывать рынок выбираем конкурентный товар и видим как меняются его цены в зависимости от времени когда мы собирали данные в чем такая интересная зависимость на функция нашего сервиса она поможет также анализировать вам как изменяется цены товара в тот или иной промежуток времени и также показывать его наличие например здесь мы видим краски дашборд того что было найдено или потеряно относительно того или иного marketplace а здесь мы видим именно как раз таки то что не нашли и можем посмотреть например 8 марта 8 марта было там условно 14 и 16 товаров не найдено до этого они все были на месте и таким образом можем понять что 8 марта набор спрос на товары поднялся ну и в принципе я тоже пропустил один дашборд который тоже уже показывал это именно по анализу снижения цен мы видим длинную историю указываем цену нашего товара в 1950 и видим все случаи нарушения количество этих нарушений кто нарушал и в какое среднее нарушение было за этот промежуток времени так как здесь мы просматриваем большой промежуток времени нам это может быть совсем не очень интересно нам нужна именно статистика за какую-то определенную мы его выбираем и смотрим именно детально относительно него все весь этот функционал как раз таки нам предоставляет система бизнес-анализа без которой этот кейс был бы очень тяжело реализуем потому что просматривать все это в исторических целях было бы не очень удобно да да я как раз таки закончил спасибо тебе большое да тут есть тебе вопрос цитирую правильно ли я понял что это решение интересно как онлайн магазин так и производителям чтобы мониторить ценами продукты своих конкурентов да это так как я уже показал есть возможность отследить цену товара конкретного товара на всех маркетплейсах как раз таки текущий дашборд мы смотрим разрез стоимости Mi 9 Lite относительно всех маркетплейсов где он был найден так и как раз таки онлайн магазинам чтобы показать более интересную цену на свой товар например сейчас покажу вам мы выбираем конкретный товар и видим как меняется его стоимость в зависимости от маркетплейса в итоге мы сможем дать более лучшую цену на данные товары в конкретное время исходя из наших конкурентов здорово слушаю у меня к тебе вопрос я правильно понимаю что в принципе робот и может там где-нибудь грабить информацию считывать и потом в режиме онлайн подтаскивать вот к системе бизнес аналитики чтобы она в итоге какие-то критерии какие-то метрики или данные другие в режиме онлайн также вывешивал да это все происходит в данный момент пока мы тестируем наш кейс загрузка идет буквально два раза в день это в 12 и в 18 часов следовательно если мы будем делать загрузки условно каждый час мы будем видеть динамику с точностью до часа делаем каждые 15 минут видим динамику с точностью до 15 минут все это происходит оперативно и в режиме реального времени как только данные краски появляются в хранилище клик сразу же подсасывает и выдает системе так вот и отлично что же дань тебе спасибо большое за интересное выступление все можешь отключать презентацию у нас все доклады сегодня на текущий момент уже были озвучены как видим что роботы с помощью как раз таки подключение к другим сервисам охватывает все больше и больше сферы практически каждого бизнеса и это не может не радовать таким образом у нас получается такой чемоданчик джентльмена который позволяет решать практически любые случаи сейчас у нас есть переходим в следующей стадии нашего метапа сегодняшнего это пленарная часть что мы будем делать мы посмотрим на вопросы которые у нас остались неотвеченными в том числе у нас есть опция зрители уважаемые послушать ваши вопросы прямо сейчас онлайн но и мы можем пообщаться между собой быть может затронем какие-то тем поэтому уважаемый спикер если у вас есть вопросы друг другу можно поднять руку и и собственно задать сперва я начну с тех вопросов которые у нас остались так я правда может быть не буду сразу ориентироваться кому этот вопрос может быть я немного ошибусь если что у меня поправьте но я попробую все таки адресованно задать насколько самостоятельно от вас можно использовать идея я думаю что этот вопрос мне кажется к нам так что кирилл попробуй на него ответить если вдруг кстати если вдруг я по автору вопроса не угадал можете мне в комментариях в нашем чате скорректировать меня кирилл да по поводу айды и то есть точнее нашей студии которые разработки для роботов вы соответственно можете ее прямо сейчас скачать у нас есть демо доступ 42 шага то есть у нас три отдельных составляющие грубо говоря это студия роботы мастер и вот суде с робота вы можете прямо сейчас скачать с нашего сайта и попробовать написать простенького робота для этого вам будет дано из коробки в демо доступе 42 шага и соответственно в эту студию может написать бросить к роботу попробовать протестировать и тогда песни проблем спасибо так следующий вопрос будет летел наверное либо и что опять тебе будет ли робот работать на виртуальной машине до робота вообще в принципе не все равно где работать и у нас часто бывают случаи когда например есть машины которые вообще ставятся то есть есть системы когда часто которым нужно работать через рдп здесь никаких проблем нету на нашей обширной базе знаний кстати которая также может с нашим сайт перейти есть некий инструкции потому как например запускать робота через планировщик задание к то есть вам не нужно вручную тыкать робストgart запускать через обычный планировщик миндуст можно запустить робота он запуститься и это может работать как на виртуальной машине, так и на обычной машине. Для робота разницы абсолютно никакой нет. Так, у меня, кстати, следующий вопрос. Он к Виндорам, то есть к Саше Курбову к тебе, к Кириллу к тебе и к Андрею Зонареву. Часто производят... Максим, ты мою фамилию неправильно называешь. Золотарев. А, Золотарев, прости, пожалуйста. А то запутаешь коллег, будут искать меня в Фейсбуке. Я прошу прощения. Часто компании просят установку наших решений в закрытый периметр, в закрытый контур. Зачастую на виртуальной машине или где-нибудь на сервере без подключения к интернету. Как вообще мы с этим всем будем решать? Есть ли у нас готовые решения под этот случай? Давай, наверное, Саша, с тебя начнем. Да. Это, наверное, вопрос довольно частый. Довольно частый вопрос, так как мы используем облачную схему. В облаке обрабатываем данные и в облако передаем для дальнейшей обработки операторами. Поэтому многие компании, они работают в закрытом контуре и вообще связи с интернетом не имеют. Но решения, конечно же, применяем. Сейчас у нас есть несколько готовых уже проектов, в которые мы внедряем некий сервис резки. Зачастую это связано с документами, которые имеют персональные данные. Этот сервис резки представляет из себя некий модуль, который внедряется в контур заказчика. Документы, проходя скан-образы, проходя через него, режутся на поля и они деперсонализируются. Так можно назвать этот процесс. И выдаются вообще разными полями, разделенными между собой, не связанными зачастую ни по каким признакам. Собрать их невозможно, если ты их вне где-то получаешь. Естественно, если это не ушел один документ. Ну, например, один паспорт отправили, и он разрезан, и больше ничего не отправлялось, ну, наверное, чисто теоретически как-то можно собрать. Но в целом, после того, как мы обрабатываем, мы возвращаем эти данные, и уже этот сервис, он так же, как резло, по определенному алгоритму, он собирает данные снова в единое целое и передает уже в систему заказчика. Ключ по разбивке, по резке и по сборке дальнейшей, он содержится на этом сервисе, на этом сервисе резке, и он тоже находится внутри в цоде заказчика. Поэтому, ну, собственно, вот таким способом мы можем решать. Отлично, слушай, неплохо. Так, Андрей, ваше мнение? Слушай, ну, у нас есть вообще три вида поставки. это облачный интеграционный модуль и в периметре можем. Видео не забудь включить, мы хотим тебя видеть. Да, да, сейчас, вот, отлично. По поставке, да, рассказал, что есть три вида решений, да, SaaS, это когда, например, мы делаем чат-ботов, которые на FQ отвечают, там никакой перс информации нет, там пользователь не вводит ни логин, ни пароль, не авторизуется, идентификацию не проходит, и это, в принципе, доступная информация и так для пользователей, то есть она представлена там на сайтах, лендингах и так далее, мы ее можем использовать спокойно. Есть размещение в периметре полное, это когда у нас там есть интеграция с внутренними системами, и мы не хотим, чтобы у нас там в диалоге что-то кэшировалось, хранилось у нас на серверах, мы размещаем решение в периметре заказчика. Вот, есть промежуточное решение, это когда часть решения, там, ответные части от нас работают из облака, а мы в периметре заказчика ставим отдельная и только часть ПО, которая отвечает за работу с персональными данными и интеграция с внутренними системами. Мы его называем интеграционный модуль, куда приходят, логируют, сохранятся все данные из внутренних систем заказчика, ну, например, там, баланс пользователя, он минует наше ПО и попадает напрямую в интерфейс пользователя, когда он проходит авторизацию. Отлично. Так, Андрей, спасибо. Кирилл, ваш выход. Как мы решаем систему локальности? С роботами здесь достаточно все просто. Здесь робот, он как человек, соответственно, если вы человеку обрубите доступ в интернет, то он не сможет зайти в интернет, не сможет там покопаться в контакте. То есть, если он в интернет, он не сможет покопаться в контакте и будет сидеть, делать свои дела, которые нужны. То есть, тут зависит от того, что вам нужно. Если у вас робот должен работать с интернетом, соответственно, у вас должна быть на локальной машине интернет и доступ к каким-то сервисам. Если его нету, то робот просто может работать с локальными системами, с 1С, еще с какими-то, и здесь никаких проблем нет. То есть, так. Спасибо. Так, вопрос есть еще у нас из зала. Я, наверное, вот чуть-чуть переформулирую и дам возможность как раз-таки ответить компания Pirobit и Lanit. Дмитрий и Данил, готовьтесь. Почему используйте робота вместо скриптов скрепинга сайтов? Это вопрос, Даня, с твоего доклада, но я думаю, что у Дмитрия тоже будет что ответить. Давай, наверное, Даня, с тебя начнем. Да, хорошо. В данном случае выбор именно роботов был бы осложнен тем, что большинство сайтов, если работать именно по средствам скрипинга, выбрасывают капчи, чтобы как раз-таки не попадаться на капчи, было принято решение использовать именно роботов. В данном случае это максимально простой ответ. Правильно, коротко и емко. Да. Дмитрий, как вот тоже бывает решаете именно прибегнуть к силам робота вместо, например, классических инструментов скрипинга? У тебя микрофон отключен. Микрофон отключен. Ай-яй-яй. Давай. Да. Значит, чаще всего роботы применяются вместо скрипинга просто потому, что помимо скрипинга еще нужно делать интеграцию с какими-то системами или автоматизацию каких-то систем, где применение подходов скрипинга просто уже не подойдет. это либо две системы сразу разрабатывать разработчиков использовать, которые знают это и то, либо одну. Учитывая, что роботизация, в принципе, более чем справляется с процессом сбора данных из интернета, мне кажется, это более выгодное решение. в целом как бы логично здесь я считаю, что всегда нужно исходить из того инструмента, который максимально удобен и эффективен в конкретной задачи, поэтому мы сами тоже считаем, что если удобнее решить интеграцию с сервисами 11, то мы роботов тоже здесь не видим смысла. Спасибо. Так, есть вопрос, значит, такой довольно-таки общий. Есть ли кейсы связанные с нефтегазовым сектором? Если да, то какие? Наверное, вопрос ко всем. Давайте так поступим. Кто готов ответить, вы включайте видео, и потом я буду давать возможность ответить. Будете включать микрофон, чтобы мы не пересекались. У кого есть кейсы с нефтегазовым сектором, господа? Максим, я слегка пропустил вопрос, прошу прощения. Что по нефтегазовым секторам? Вопрос общий. Есть ли кейсы связанные с нефтегазовым сектором? Если да, то какие? Если готов что-то сказать, просто включай видео, и потом передаем тебе слово, например. Ну да, я включу нефтегазовое направление. У нас есть, наверное, так косвенно, можно сказать, у нас есть проект с Роснефтью, с подразделением РН Лояльность. С РН учетом у нас был один из кейсов, это распознавание первичной документации и архивирование. А по РН Лояльности мы делаем обработка обработка анкет программ Лояльности с заправок это со всей России нам свозят, мы их обрабатываем, передаем информацию, храним у себя и в том числе и бумажно. То есть, ну, различные. Сейчас у нас Статнефть идет после нашей поездки в Иннополис, у нас Статнефть сейчас идет обсуждение там двух проектов. Поэтому с Лукойлом тоже делали проект по программам лояльности. опять же, это так косвенно, наверное, можно сказать, что и с нефтегазовым сервисом, вернее, с нефтегазовым направлением работаем, и эти же самые задачи, они применимы для любой компании, для любой корпорации. по-большому. Ну, понятно. Хорошо, спасибо тебе большое за комментарии. Так, я еще, наверное, от себя добавлю, есть у роботов зачастую довольно-таки частые запросы по из нефтегазового сектора, вот несколько кейсов, например, связаны с обработкой заказов на поставки там розничные магазины или первоктовые магазины, например, там, нефтегазовые продукции, ну, скажем так, масел, да, в какие-нибудь сети там, типа, метра, ленты и так далее. Вот, здесь очень много происходит обработок по разнарядным документам, разнарядным так называемым, вот, и очень требует этого большого количества увлечения человеческого труда, вот, и роботы здесь очень неплохо встают, как пример. Мы тоже небольшой проект делали, для «Газпромнефти», видео, да, видео, видео, по «Газпромнефти», касаемо чат-ботов, то есть, там, как бы, не напрямую с пользователями, сотрудниками, а для их портала закупок, то есть, там, чат-бот помогает зарегистрироваться, стать авторизованным партнером «Газпромнефти», искать по ключевым словам закупки, которые проходят сейчас, например, приходит подрядчик и говорит, я хочу участвовать в закупках по трубам, есть там текущие либо архивные закупки, ну, вот такое применение тоже есть. Отлично. Надеюсь, понятно писал. Да-да-да, все, я понял, супер. Ну, как бы, здесь главное, чтобы наши слушатели поняли, а мы-то с этими задачками работаем чуть ли не каждый день. Тут, кстати, да, Андрей, не уходи далеко, тут вопрос про IDE был, на самом деле, к тебе адресован, поэтому вот вопрос повторю еще разочек, насколько самостоятельно от вас можно использовать IDE? Смотри, у нас раньше IDE, это был внутренний инструментарий, на нем работали только компьютерные лингвисты, ну, то есть это гуманитарий, не нужно знать навыки программирования, это не как писать на C++, питоне и так далее, там наш собственный язык описания диалогов звучит страшно, но по факту это может обучиться любой оператор контактного центра и любой гуманитарий за там пару недель обучение, обучение там, по-моему, три дня в неделю по полтора часа, ну, то есть достаточно быстро можно его освоить и самостоятельно работать в нем. Ну, понятно, так, ну, я думаю, ответили на этот вопрос, если что, сейчас посмотрим. Спасибо. Так, вопрос, наверное, к нам уже. Так, лицензия на робота PIX это выполнение неограниченного количества действий процессов на одной машине, вопрос, или выполнение роботом одного настроенного процесса на одной машине, отвечаем, на робота PIX можно вешать неограниченное количество процессов, ограничение только лишь одно, это, скажем так, 24 часа в сутки, 365 дней в неделю и так далее, то есть здесь робот не ограничен какой-то конкретно одной задачей. И, например, в случае с просто роботом вы, например, это делаете довольно-таки, ну, скажем так, жестко, то есть конкретно навешиваете конкретные процессы на конкретное время или на конкретные приоритеты. Там, в случае при работе с мастером это можно делать динамически, то есть там в зависимости от нарисованного там во нашем BPM-пишке процесса, то можно это дело уже приоритизировать более гик. Так, надеюсь, тоже ответил на вопрос. Так, едем дальше потихонечку. моменты муру. Так, есть вопрос насчет работы с GIT-ом. Да, у нас есть доработка, которая в roadmap-е по GIT-у, то есть, как бы мы планируем делать интеграцию, и, соответственно, мы как бы планируем с ним взаимодействовать. Кирилл, ты, кстати, здесь на связи? Мейкини, пожалуйста. Может, ты что-то добавишь по GIT-у? Да, на связи. Тут я хотел бы добавить, что мы постепенно к этому двигаемся благодаря нашим, кстати, партнерам, которые нас пушат по этому вопросу. Буквально в ближайшем спринте добавили возможность того, что правильно отображение дерева вот этого PIXA, XM-файл, чтобы его можно было удобно мерзить в GIT-е. Соответственно, там интеграция с GIT-ом это наши дальнейшие уже шаги. То есть, мы вот первые шаги начинаем, дальше к этому делаем. Конечно, мы в этом видим продолжение развития и команде, из Ланиты большое спасибо за наводки, которые нам идеи дают, в том числе по GIT-у и по системе интеграции. Макс, я теперь тебя не было слышно. Я извиняюсь, я микрофон не отключил. Я говорю, Кирилл, спасибо тебе. Следующий вопрос. Подскажите, PIXA умеет работать с Java? Ко мне вопрос. Тут вопрос немножко двоякий. Тут как бы с Java-приложениями действительно система умеет работать, работать нормально. Опять же, здесь ограничения в UI-автомейшн третьей версии. Мы упираемся в то, что мы по визуалу частично не работаем только с маленьким классом старых приложений. По-моему, написано очень старым Java. Если не ошибаюсь, фреймворк Swing есть, который очень древнейший какой-то версии с новыми работами, и все, с остальными работаем. И второе, работаем ли мы с Java как с языком разработки, то тут можно сказать, что мы интегрируемся в принципе с любыми языками разработки. Например, у нас часто интеграция с питоном, потому что мы там, у нас есть часть кейсов с машинным обучением, который предполагает вот интеграцию именно с питоном. С питоном интегрироваться и с другими языками достаточно легко. Самый простой пример вы можете простым процессом написать какой-то код на питоне, например, и выполнить его при помощи процесса вызов там питон, получить результаты оттуда. И мы планируем дальнейшую интеграцию уже в более тесную при помощи активности. Так что здесь, как бы говоря, да, что с визуальной точки зрения да, мы интегрируемся с Java, есть некоторые ограничения, но на наших практиках еще не встречалось. И да, мы можем выполнять Java код при помощи Java машины, если вдруг внезапно понадобится. Спасибо. Так, у меня на текущий момент пока вопросы. Сейчас проверю еще разочек. Так, нет, вопросы есть. По PIX, что приобретается при покупке лицензии, я отвечу. Лицензия у нас дается только на робота и на мастера. Соответственно, у нас студии разработки идут бесплатно, мы их не лицензируем. Вот, соответственно, при приобретении робота вы получаете робот и студию, при приобретении мастера вы получаете мастер. Вот, очень сухо и коротко на ответ на вопрос. Если, кстати, есть у кого вопросы отдельно, можно писать, мы контакты всех спикеров предоставим, поэтому не переживайте, если вы не успели это сделать сейчас. Значит, дальше вопрос. Как поставить робота отдельно от студии? Ну, в этом нет необходимости. это раз, ответ на вопрос, потому как необходимость и студию откреплять от робота. Второй, если все-таки же есть в этом необходимость, то разворачивается просто платформа на компьютере и кидается алгоритм в определенную платку и вывешивается ярлык робот Экзе на рабочий стол, например, и вы просто даете ссылку на какой-то конкретно исполняемый алгоритм. Вот. Так, я посмотрю, что у нас еще есть по вопросам. Максим, давай я тогда у тебя немножко заберу первенство. Там есть вопросы относительно капча и того, почему их нет при роботе. Да, капча появляется именно от количества запросов, но так как робот имитирует именно действия человека, он заходит на сайт условного Яндекс.Маркета, вбивает в поисковую строку позицию «Найди мне смартфон из 10+.», то сайт выскореняет его как пользователя и поэтому не выдает ему капчу, которую он выдает обычно для работы именно скриптового. Спасибо большое. Я, кстати, как раз хотел тебе этот вопрос задать, но ты меня перезел. Молодец. Так, есть вопрос снова от Артема. В чем отличие студии с качаной с сайта и купленной? Ограничение одно, точнее, отличие одно, это ограничение в 42 шага, которое дается в демонстрационной версии, ну а в купленной соответственно ограничение только по времени действия, это минимум на один год. А по ограничению по количеству шагам нет, по функциональности они идентичны. Так, вопрос от Константина. Можно получить презентацию спикера для более подробной проработки? Я думаю, мы на этот вопрос прямо, наверное, сразу не ответим, но я думаю, мы что-нибудь здесь придумаем. В любом случае у нас видео останется на YouTube-канале, можно будет отдельно посмотреть конкретные вырезки тех интересующих вас спикеров, которые были, и еще разочек пройтись. На счет презентации в любом случае можно будет написать, например, нам на инфособачка pixarpa.ru и запросить такой вариант. Либо, опять же, у нас будут контакты спикеров, я думаю, выложим их в описании под видео, и можно будет конкретно каждому написать. Поэтому мы тут ничего не скрываем. Так, еще у нас есть телеграм-канал, он также будет в описании под видео. Там, кстати, сейчас идут опросы с нашей стороны, и там мы выкладываем все интересное материал, который сопровождается приглашением на другие мероприятия и так далее. И, кстати, там мы будем выкладывать презентации 100%. Вот. Ну, если, конечно, какая-то конкретная компания, из спикеров которых были сегодня приглашены, не выскажутся против. То есть, как мы здесь совсем не советуемся скажем. Вопрос еще. Доступно ли описание технологии написания кастом активностей? Так, да, есть такая опция. У нас как раз сейчас готовится материал, есть материал уже написанный в базе знаний и сейчас еще мы готовим большую статью по написанию своих собственных активностей. да, то есть, материал такой есть. В любом случае можем даже отдельный колл сделать, если необходимо, и, кстати, это делать прямо сейчас. так, коллеги, у нас, кстати, времени, мы немножко задержались, но вот от первоначального тайминга мы подошли к концу. Смотрите, то есть, есть, можем еще подискутировать, можем еще 5-10 минут и закругляться, в принципе. я вопрос, все прошел. Может быть, у вас есть друг к другу то, что не успели сказать на этапах подготовки. так, коллеги, в общем, на текущий момент пока отмечаю, что вроде все получили информацию, которую хотели. Значит, наверное, будем закругляться. Как я уже говорил, в общем, трансляция будет у нас доступна. можно будет еще раз посмотреть. В любом случае, всем огромное спасибо за то, что посетили наше сегодняшнее мероприятие в онлайне. Я надеюсь, что наши текущие, скажем так, напасти, они нас скоро отпустят. И мы встретимся все в H.U. и продолжим нашу, скажем так, совместную работу, совместные проекты, интересные решения и прочее, прочее. Так, коллеги, я думаю, можно прощаться. Еще раз всем большое спасибо. Остаемся на связи. Всем большой привет и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова